В зале кинотеатра «Юбилейный» собрались те, благодаря кому сочинцы ежедневно пользуются самой чистой в регионе водой. Построенные во время подготовки к играм водопроводы, коллекторы, очистные сооружения и насосные станции позволили городу забыть о проблемах, связанных с подачей самого основного ресурса ЖКХ. И, как отметил руководитель Сочи Водоканала, это заслуга всего коллектива предприятия. Нам пришлось своими сотрудниками научиться управлять этим хозяйством, научиться им пользоваться и грамотно эксплуатировать. Мы получаем нарекания в свою сторону, мы пытаемся и мы делаем, устраняем недоделанные работы. Мы стараемся сделать нашу работу незримой, потому что самая лучшая похвала для нас, для коммунальщиков, это когда нас не вспоминают и не замечают. Бесперебойное водоснабжение – первостепенная задача, которая должна реализовываться и в постолимпийский период, и работники Сочинского Водоканала останавливаться на достигнутом не собираются. Необходимо стремиться к внедрению новых технологий и улучшать качество услуг для абонентов, говорят опытные специалисты, проработавшие на предприятии не один десяток лет. Дальнейшее еще идет принятие объектов. В связи с Олимпиадой было очень много принято объектов. Очень много, конечно, изменений. Много построено очистных сооружений, сетей водоснабжения и водоотведения. Вообще город стал красивым. И желаю, чтобы это продолжалось и улучшалось водоснабжение. Я всем желаю, чтобы так же работали достойно, долго и любили свою работу. В честь профессионального праздника лучшие сотрудники предприятия получили грамоты, дипломы и денежные премии. А фото некоторых из них теперь будет красоваться на доске почета. Татьяна Нагорская, Демидь Даниловский, телекомпания ФКТ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова